Возрождать духовную культуру, единство региона, а также противодействовать экстремизму областное правительство будет совместно с мусульманами. Сегодня губернатор области Никита Белых и муфтий Вятский Зуфар Хазрат Галиуллин подписали соответствующее соглашение. Глава региона отметил, благодаря общим усилиям борьба с радикалами будет эффективной. О других событиях дня смотрите в коротком видеообзоре. На грани потопа оказался детский сад номер 195 города Кирова. Из-за дождя две группы оказались непригодными для пребывания детей. Крыша протекает настолько, что воспитатели не успевают подставлять пустые тазы и ведра. По словам заместителя заведующей детского сада, такая ситуация повторяется при каждом дожде. Однако деньги из городского бюджета на ремонт крыши были выделены только на днях. В детском саду пообещали, восстанавливать крышу начнут сразу, когда закончатся дожди. Пока же детей распределили в другие группы. Практически на ощупь пришлось двигаться кировским водителям 24 октября. С 7 до 9 часов вечера в центральной части города перестало работать уличное освещение. Темно было на Ленино, Казанской, Пятницкой, Октябрьском проспекте и других улицах. По словам инженеров Кировсвет, из-за погодных условий электроэнергия пропала. Точные причины этой аварии выясняются до сих пор. Если на ваших улицах не горят фонари, специалисты советуют обращаться в Кировсвет по телефону 56-4-0. Кировчане стали чаще питаться вне дома. К таким результатам пришли региональные статисты. За прошлый год, питаясь в столовых, ресторанах и закусочных, каждый кировчанин потратил около 6800 рублей, что на 300 рублей больше, чем в 2011 году. По этому показателю Кировская область заняла 4-е место среди регионов Приволжья и 24-е место по России.